Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Антон Лапшин, врач-уролог-андролог многопрофильного холдинга СМ-клиника в Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас тема беседы довольно-таки интимная, необычная, простатит. Давайте начнем со снов. Что это такое за недуг? Это такое заболевание, которое характеризуется воспалительным процессом в органе, в предстательной железе. Спровождается достаточно неприятными симптомами, такими как болевой синдром в зоне органов малого таза, расстройство мочеиспускания, также возможны сексуальные типы расстройства. Как человеку с какими симптомами, то есть человеку на себе понять, что вот у него именно простатит, что ему сейчас нужно брать, бежать к врачу, не откладывать? На самом деле болячка такая, то что та интенсивность расстройств, которые присутствуют при данном роде заболевания, она пациенту, больному не даст просто само по себе жить той жизнью, которую они привыкли далее жить. Так что человек в общей массе своей, более чем в 90% случаев, правильно понимает то, что симптоматика достаточно выраженная, самочувствие крайне неудовлетворительное, и в принципе приходит к врачу. Симптомы, как правило, опять же, это боли в нижних отделах живота, это расстройство мочеиспускания по типу безотлагательных позывов, учащенного мочеиспускания, болевого мочеиспускания, и отчасти возможны какие-то проявления в плане расстройства сексуальной функции. Если простатит не лечить, игнорировать, пить болеутоляющие, к чему это может привести? Ну, на самом деле, если ты истинный простатит, то есть действительно, то есть который с сильным инфекционно-спалительным процессом, игнорировать его в принципе не получится. То есть в любом случае, даже при наличии лишь одних болеутоляющих, все симптомы комплекса, которые присутствуют при данном роде заболевания, они полностью от всего не спасут. Опять же, если это игнорировать, это может вылиться в достаточно тяжелое состояние, вплоть до уросепсиса. Что такое уросепсис? Это острое, по сути своей, заражение крови, вызванное инфекционно-спалительным процессом предстательной желези. То есть крайне тяжелое состояние, но опять же хочу подчеркнуть, что это крайне редкий случай, это все отдельные типы, которые присутствуют. Проще говоря, игнорировать эти симптомы, которые присутствуют, их не получится. Вот, наверное, вот так вот более правильно будет сказать. Перед нашим интервью я прочитал несколько статей об этом заболевании, и среди прочего там был такой миф, в котором говорится, что простатит, если им заболеть, то это навсегда. Это навсегда? Ну, слава богу, что нет. То есть все это заболевание, так же, как и ангина, как и ОРЗЕ, ОРВИ, пневмония, бронхит, также лечится. То есть возможно, можно говорить о том, что гипотетически присутствуют риски, рецидивы этого данного заболевания, но в период ремиссии, то есть либо без симптомов течения, может быть, 5-10 лет, 11 лет, либо всю жизнь, человек больше не столкнется с подобного рода заболеванием. Как долго или как быстро он лечится? Все зависит от формы. То есть надо понимать то, что существует острый бактериальный простатит, хронический бактериальный и хронический абактериальный простатит. Также существует бессимптомный простатит, по сути своей. Как долго его лечить? Если это бактериальная форма, то рекомендации, как правило, идут от 2 до 6 недель. То есть примерно вот такой срок лечения это включает в себя. Ну, надо понимать то, что если присутствуют какие-то подобного рода дополнительные отягчающие обстоятельства, то лечение может быть, в принципе, то длиннее, но более длиннее проходить. Ну, ориентировочно 2-6 недель. Все зависит от какого-то клинического случая, жалоб и возбудителя. На просторах сети у меня встретился еще один интересный миф. Я думаю, вы о нем тоже не раз слышали. Очень хотелось тоже либо развенчать его, либо подтвердить, что простатитом можно заболеть, сидя на каком-нибудь холодном камне. И преимущественно говорят, что это болезнь каких-нибудь рыбаков, потому что, выходя рыбачить, они садятся на землю, на холодную землю, с утречка. Правда ли это, что простатитом можно заболеть таким способом? Ну, это и миф, и не миф. То есть, соответственно, переохлаждение, про которое вы говорите, действительно, где человек сидит, эта зона, она в проекции предстательной железы находится. Чтобы понимать, предстательная железа интимно связана с шейкой мочевого пузыря и циркулярно охватывает мочеиспускательный канал. То есть, соответственно, когда человек сидит на холодном, предстательная железа достаточно блеска. При переохлаждении можно лишь говорить о том, что место иммунитета снижается, и если есть бактериальная контаминация органа, то гипотетически возможно провести, это может привести к воспалительному процессу, то есть гипотетически. На практике это еще не всегда так бывает. Но действительно, определенная группа риска, она присутствует. То есть, в том числе и рыбаки, и люди, у которых сидячий образ жизни, избыточный масса тела, определенно риски более частого встречания данного заболевания присутствуют. Давайте с вами тогда немножко поговорим о профилактике. Вот люди с сидячим образом жизни. Как им себя вести, что им добавить в свою жизнь, или наоборот, что отнять, чтобы не попасть к вам на прием? Ну, надо понимать, если у человека сидячий образ жизни, и есть избыточная масса тела, то первонаперво, это, конечно, постараться нормализовать вес свой в плане сидячего образа жизни. Ну, банальные такие вещи, как физкультура, такая же по типу просто ходьбы, бега, либо велосипеда. То есть, это, в свою очередь, приводит к тому, что улучшается кровоток в органах малого таза, и определенный тип простатита, так называемый конгестивный, то есть, застойный, он в таких случаях встречается на порядок реже. Ну, и опять же, и регулярная половая жизнь. Но, опять же, хочу подчеркнуть этот момент. Регулярная половая жизнь с знакомым партнером, то есть, не стоит принимать мои слова вульгарно, в том смысле, что она должна быть просто, часто и регулярно. Она должна быть в первую очередь с проверенным партнером, потому что это тоже один из путей, которые могут привести к воспалительному процессу предстательной железе. Незащищенные половые контакты с человеком, у которого, например, есть какие-то проблемы, связанные с их интимным здоровьем. В плане посещения врача, это должно быть посещение непосредственно уролога, андролога, только когда появились какие-то симптомы, или есть какое-то профилактическое посещение раз в год, раз в 10 лет? Ну, давайте, наверное, тогда так проговорим по этому поводу. Если пациент 40-40+, то это ежегодный скрининговый осмотр у врача-уролога с определенными сдачей анализов, ультразыкового исследования. То есть, после 40 раз в год это просто правило хорошего тона посещать врача-уролога, потому что проблемы в нашей мужской жизни, они накапливаются в определенной мере, и появляются более высокие риски развития не только инфекционно-воспалительных процессов в органах мочеполовой системы. Если говорить о молодых людях, то, наверное, стоит эту ситуацию разделить на два фактора. Если нет никаких жалоб, нет никаких проблем и у пациента, и у полового партнера его, то в целом можно обратиться к врачу-урологу по жалобу. То есть, обязательно к просмотру, обязательно приходить, это не столь принципиально. А в свою очередь, если уже переболели какими-то урологическими проблемами, то, наверное, раз в год, просто как диспансерный осмотр, да, вот это разумнее всего было подойти. Мы коснулись того, что простатит очень тесно связан с половой жизнью. Так вот, приводит ли простатит к проблемам с половой жизнью непосредственно? Он опосредованно, скорее, может привести, в связи с тем, что предстательная железа – это добавочная половая железа. То есть, и она играет достаточно большую роль, в том числе, для половой жизни. То есть, выраженный болевой синдром может привести к тому, что нет желания заниматься половой жизнью при болевом синдроме. Также возможно, помимо простатита, быть и осложнения этого заболевания, такие как воспалительные заболевания семенных пузырьков, визикулит, придатков яичка, эпидидимид и также цистит. То есть, скорее, тут связано именно с наличием болевого синдрома, и вот дискомфорт, который создается при воспалении добавочных половых желез, приводит к ухудшению качества половой жизни. Но, условно говоря, эректильная дисфункция равно простатит, это неправда. То есть, это два изолирования друг от друга заболевания. Сейчас есть одна проблема среди пациентов – это самолечение. Не знаю, сталкивались ли вы с этим или не сталкивались. Если сталкивались, то к чему может привести самолечение, игнорирование похода к врачу? Страсти наводить, наверное, не хочется. Ну, как минимум, просто то, что самолечение не приведет к излечению. Просто будут сохраняться симптомы либо в острые, либо в стертой их форме, но это будет продолжаться сохраняться. То есть, качество жизни значительно упадет. Но плохое может быть. Мы просто дадим. Может быть, может быть, может быть, перепутать с онкологией это состояние. То есть, это может перепутать с другими тяжелыми состояниями. Это может привести к острым, то есть, переходу в гнойно-септические состояния. Но, опять же, не хочешь пугать людей. Просто достаточно, просто хотя бы надо не игнорировать эти симптомы, обратиться просто к врачу. И в таком случае врач разберется и эту ситуацию попытается вместе с больным решить. Вообще говоря, слово простатит, мы представляем себе, наверное, категорию мужчин 40+, и по рекламным роликам, и вообще по рассказам других людей, что именно они страдают этой болезнью. Так ли это или простатит может охватить все возрасты? Все возрасты абсолютно. То есть, условно говоря, простатит может быть вызван и специфическим характером, например, инфекция, передающаяся половым путем, может у 20-летнего парня вызвать. То есть, также острый простатит. То есть, условно говоря, вызванный специфической флорой. 40+, наверное, потому что там, скорее, уже речь идет больше об аденоме предстательной железе. То есть, увеличению в размерах издавления мочеспускательного канала и появлении симптомов расстройства мочеспускания. Но, так сказать, в обывательском представлении это синонимы простатита, аденома. То есть, наверное, вот поэтому нам так всем и кажется, что простатит – заболевание 40+. На самом деле нет. Как раз, да, один из мифов был связан с тем, что простатит может вызвать аденому и рак простаты. Вот давайте на этом тоже остановимся. Так ли это? И несет ли он такие страшные последствия? Аденома – нет. Аденома – это, по сути, за счет роста, там, играет роль гормона в росте предстательной железы и дегидротестостерона. Это более такая агрессивная форма тестостерона. А по поводу рак простаты – да, есть такая связь из-за того, что постоянный стресс, вызванный хроническим воспалительным процессом, это может привести к тому, что конкопроцесс в предстательной железе. Это не миф. То есть, это есть одна из таких теорий. Мы все время говорим, что человек приходит к врачу. Как врач этот простатит диагностирует? Я читал и про УЗИ, и просто про обычные анализы. Как это происходит на самом деле? Все зависит от возможности клиники. То есть, тут диагностическая роль в этом плане во многом зависит от лаборатории, то есть от мощности клинической базы. Но так, в целом, стандартные анализы – это общий клинический анализ мочи и крови, уже ультразыковые исследования нижних и верхних мочевых путей. И более специфические анализы – это то есть мазки на инфекции, преимущественно передающиеся половым путем. И исследования уже то, что выделяет предстательная железа. Это можно как и экулят, условно говоря, сдавать на бактериологическое исследование, так и бактериологическое исследование самого сокопредстательной железы. И вот за счет этих анализов, про которые я выше сказал, стадируется уже тип процитатида, то есть остро-бактериальный, хронический-бактериальный, хронический-абактериальный с наличием воспалительного компонента и хронический-абактериальный без наличия воспалительного компонента, он же синдром хронической тазовой боли. То есть вот, условно говоря, четыре типа. Вот эти анализы дают нам понять, какой из этих типов. Поэтому, в принципе, все укладывается к международной классификации этого заболевания. И, соответственно, диагностика от этого же идет. Мы говорим о том, что пациент пришел с болью, то есть вы перечислили довольно широкий спектр анализов. Как быстро они делаются, как долго пациенту эту боль терпеть? Ну, надо понимать, то есть какой формы пришел, это от врача зависит. То есть если это острая форма, то мы назначаем эмпирическую терапию, то есть антибактериальный максимально широкий спектр препаратов. Они описаны в международных исследованиях, то есть первая линия терапии. Она означает сначала она, далее уже подходят эти анализы, и если требуется, то корректируется назначением врача. То есть нет, пациент не останется без помощи в острый период, то есть в первую очередь снять боль и жалобы. А потом уже дальше там работать на тему того, чтобы это не повторялось больше. Ну, а по времени как долго эти анализы делаются? Ну, эти анализы все зависят от клинической базы, то есть и от возможности лаборатории. Конкретно в нашей это делается от двух до пяти дней. Мы говорим про половую жизнь. И если мужчина, страдающий этим недугом и проигнорировавший поход к врачу, вступит в половую связь с девушкой, способен ли он, его недуг, как-то сказаться на ее здоровье? Или нет? Да. Это все зависит от формы простатита. Вы верно подметили, подвели. Я в предыдущем говорил о, соответственно, типах простатита. И как раз вы верно подметили, если это бактериальный тип, то есть там есть инфекционный агент, то, соответственно, если этот половой акт не прерванный, то эякулят, контаминированный вот этой микрофлорой в высоком титре, он также окажется влагалище, то есть и выше. То есть это может привести к вулевогениту полового партнера, то есть проблемам с женским здоровьем в том числе, и в том числе даже к индекситу. Если же речь идет про абактериальный тип, который инфекционный агент не выявлен, и есть определенные данные по УЗИ, что присутствует явление застой в предстательной железе, то в таком случае, наоборот, для данного пациента это полезно. То есть он снимет застойное явление в предстательной железе, а половому партнеру ничем не грозит. То есть тут надо говорить конкретно о типе. То есть если присутствует инфекционный агент, инфекция, передающаяся половым путем, то да, это несет риски. И если этого всего нет, то нет, не несет. И давайте с вами под конец обобщим основные рекомендации, что нужно делать, какую жизнь вести мужчинам, чтобы на прием до 40 лет к вам не попадать. Ну, на самом деле, лучший враг хорошего, то есть еще раз подчеркну эти моменты, то есть это лишь одно из заболеваний нашего организма. То есть надо вести просто в целом, в общем, здоровый образ жизни. То есть регулярные физические нагрузки, постараться избежать избыточной массы тела, вести регулярную половую жизнь с проверенным партнером, стараться не переохлаждаться и стараться избегать крепких алкогольных напитков в холодный период времени, потому что это может привести к определенного рода проблемам, связанных с предстательной железой, в том числе. Общие части такие, то есть здоровый образ жизни. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова